Мир Карачаево-Балкарского героического эпоса «Нарты» семинар в Кисловодске, посвященный этой теме, собрал ведущих ученых, археологов, этнографов, фольклористов из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Организатором мероприятия выступил созданный по инициативе творческой интеллигенции обеих республик Совет по сохранению Карачаево-Балкарской культуры. На семинаре в Кисловодске побывала Шерифат Лепшокова. Сохранение языка, культуры, традиций. Такие задачи стоят перед Новым Советом по Карачаево-Балкарской культуре. Нынешний семинар стал первым в череде предстоящих мероприятий, призванных популяризировать карачаево-балкарское наследие. Собравшиеся в стенах Кисловодского гуманитарно-технического института ученые посвятили долгие годы исследованию карачаево-балкарского варианта эпоса «Нарты». Они были единодушны. Несмотря на то, что еще до революции был опубликован целый ряд сказаний на русском языке под авторством Сафара Ли Урузбиева, изучению эпоса карачаево-балкарского народа уделялось недостаточно внимания. Собранный материал зачастую оставался неупубликованным. Большой урон нанесли война с бомбежкой Нальчика и депортация. Часть материала была утеряна. Согласно исследованиям фольклористов, карачаево-балкарский эпос относится к одному из древнейших пластов Единой Кавказской Нартиады. При этом он остается самобытным и оригинальным. В том, что эпос был впервые записан, большая заслуга балкарского просветителя, общественного деятеля и этнографа XIX века Исмаила Урузбиева, говорит видный ученый-археолог, директор Института археологии Кавказа Биаслан Кочкаров. И подытоживает. В силу того, что в эпосе угадывается социально-экономическое устройство общества, мы находим в пределах археологии отражение нардских сюжетов. На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что основное ядро нардского эпоса у всех народов Северного Кавказа сложилось в эпоху поздней бронзы. В Карачаево-Черкесии были проведены исследования поселения жилища эпохи поздней бронзы Улу-Баганала. Аналогичное жилище было исследовано в 1977-78 году исследователем из Балкарии Валерием Муратовичем Батчаевым. И те конструктивные особенности жилища, которые были зафиксированы в процессе археологических исследований, они позволяют понять отдельные моменты, которые отражены в нардском эпосе. Махти Чапаевич Джуртубаев – известный ученый, фольклорист, нартовед, особенный участник семинара. 35 лет своей жизни он посвятил исследованию и публикации карачаево-балкарского фольклора. Говоря об общей для Кавказа основе эпоса, он выделяет и нюансы. К примеру, разные отношения к нартам. Если в одном эпосе они представлены в негативном ключе, то в другом – это высшее сословие. В карачаево-балкарском эпосе нарты – это предки нашего народа. И карачаево-балкарский народ всегда видел в них рассказы о деяниях предков. Всего на сегодняшний день вот это самое полное издание эпоса состоит из 210 песен. Ученый напомнил собравшимся – люди должны понимать, с каким сокровищем имеют дело. Ведь карачаево-балкарский эпос основан на трех столпах – реальной истории, а также астральных и тотемических мифах. В свою очередь доктор исторических наук, член Международного центра изучения древних тканей, звезда Нададе, провела археологические параллели с сюжетами нартского эпоса. Чтобы представить, как одевались герои нартского эпоса, нам нужно знать эти реальные материалы. А где мы их можем найти? Естественно, в археологических памятниках. И, конечно, это уникальная всегда история, когда археологические погребения дают нам органические материалы. В погребениях были найдены холчевые ткани, сделанные из конопли. В эпосе тоже есть упоминания об этом, сказал ученый. Собравшиеся много обсуждали необходимость художественного оформления карачаево-балкарских сказаний. В помощь приглашенным на семинар художникам из Москвы, Ставрополя, Черкеска, Карачаевска и Нальчика пришли ученые. Есть надежда, что полученная от них информация вдохновит мастеров кисти и мир увидит мудровой рюзмеке, отважных отчаиллу Ачимеза и Сусурка, красавицу Акбелеки. Шрифат Лепшукова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкисия, Кисловодск.